Понедельник 13 начинается в лучших хорах традициях пятницы. На сцене страх финансового краха, нервы трейдеров на пределе и переоценка риска происходят по всем ключевым активам. Всему виной громкие банкротства в банковском секторе США. И сейчас многие смотрят на происходящее как на решающий момент. С одной стороны, власти США быстро отреагировали и кинули спасательный круг утопающим, а с другой страх перед эффектом домино никуда не делся. Команда группы компаний ИнстаФорекс уже готова представить вам свой взгляд на тенденции и риски нового дня. Это свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Индексы Wall Street в пятницу упали более чем на 1%. Оптимистичные данные о состоянии рынка труда были полностью нивелированы новостями о банкротстве крупного кредитора технологического сектора Silicon Valley Bank или SVB. В результате инвесторы обратились в бегство, опасаясь за здоровье банков США. К звонку о закрытии бирж распродажа риска на промышленном индексе Доу-Джонса отразилось падением на 345 пунктов 1,07%. Технологичный NASDAQ сессию завершил внушительным снижением на 1,76%, а S&P500 скатился на 1,45% и закрылся у высоты 3861 пунктов. Новый день ключевые индексы фондовой Америки начали крайне нервно. Если внутри дня биржевые топы еще пытались немного восстановить потери, то ближе к открытию бирж оптимизм, похоже, полностью покинул рынок. Три эталона Уолл-Стрит усугубили потери еще от 0,6% до 1,1%. Что касается прогнозного диапазона, то он отчерчен в довольно хмурых границах 3740 и 3910 пунктов. Прошлая неделя обернулась для S&P потери 4,6%, это самое большое недельное снижение с сентября доупал на 4,4%, в то время как NASDAQ снизился на 4,7% на неделю, но вырос более чем на 6% за 2023 год. Банковский сектор стал основой распродажи. Silicon Valley пытался, но не смог укрепить свой баланс за счет продажи акций, предложенной поздно вечером в среду. В то же время криптокредитор Silvergate заявил, что ему придется закрыться после огромных убытков от краха криптовалютной биржи FTX. Новости заставили инвесторов задуматься над трещинами финансовой системы и заговорить о потенциально более значительных угрозах для сегмента и экономик в целом. Региональный банковский индекс завершил сессию снижением на 2,4%, в то время как финансовый индекс S&P 500 закрылся с потерей 1,8%. Проблемы в банковском секторе вернули в обиход разговоры о крахе 2008 года и полностью нивелировали эффект от множества данных о состоянии американского рынка труда. Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что в феврале экономика США добавила больше рабочих мест, чем ожидалось, в то время как средняя почасовая заработная плата росла все-таки медленнее, а безработица поднялась до уровня 3,6%. Данные ослабили некоторые опасения, что ФРС может повысить ставки на 50 базисных пунктов на своем мартовском заседании. Что касается отдельных акций, то лидерами падения стали, конечно же, криптовалютный банк Silvergate, который упал на 22,9%, и региональный банк First Republic, который упал на 14,8%. Акции Gap потеряли 6,3% после того, как ритейлер одежды сообщил о большем, чем ожидалось убытки в четвертом квартале и прогнозе продаж за весь год ниже оценок Wall Street. В новую неделю рынки входили с толикой облегчения, но в подавленном настроении. Внезапное закрытие Silicon Valley в пятницу после неудачного увеличения капитала вызвало опасения по поводу рисков и для других банков в том числе, поскольку Нью-Йоркский банк Signature Bank также был закрыт в выходные дни. Это стало вторым и третьим по величине банкротством банка в истории США. Акции банков по всему миру сильно пострадали. Нарастают вопросы о влиянии самого резкого цикла повышения ставок Федеральной резервной системы с начала 1980-х годов. Выходные регуляторы вмешались, чтобы восстановить доверие инвесторов к банковской системе США и заявили, что вкладчики и СВБ получат доступ к своим средствам в понедельник. Казначейство и ФРС объявили, что застрахуют всех вкладчиков в СВБ и не только тех, кто находится под страховым пределом в 250 тысяч долларов, хотя держатели акций и облигаций не получат никакой помощи. То же самое произошло с вкладчиками Нью-Йоркский Signature Bank, который был закрыт в выходные. При этом чиновники отмечают, что спасательный круг брошен, чтобы защитить клиентов, а не фирмы. Власти также объявили о программе срочного финансирования банка, которая будет предоставлять кредиты на срок до 1 года любому банку, застрахованному на федеральном уровне, в обмен на соответствующее обеспечение, включая казначейские обязательства и ценные бумаги агентств. Последствия банкротства Silicon Valley Bank были почти столь же драматичными Великобританиями, где ее дочерняя компания была ликвидирована и продана HSBC на фоне беспокойства клиентов из технологического сектора. Акции HSBC, зарегистрированные в Лондоне, упали на 2,6% после того, как компания заявила о приобретении британского подразделения Silicon Valley Bank за 1 фунт. Несмотря на старания регулятора, доверие к банкам снова подорвано. Цепная реакция распространилась на весь банковский сектор. Акции First Republic Bank упали на 61,4% на премаркете. Акции крупных американских банков, включая JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, упали от 1 до 5%. Что касается мегакэпов, то Apple, Tesla, Amazon, Microsoft и Meta торговались также преимущественно в красной зоне. Падали и акции компаний, имеющих отношение к нефтяному сектору. Падение составляло до 5,7%. При этом растущее напряжение в отношении будущего банковского сектора привело к тому, что трейдеры переоценили ставки на Федрезерва. Теперь от регулятора ожидают пересмотра стремительной политики ужесточения С этой точки зрения отчет об инфляции потребительских цен США за февраль, который будет опубликован завтра, во вторник, критически важным для оценки будущих действий Федрезерва с учетом нынешнего банковского стресса теперь не считается. Ну а пока высокая волатильность на рынке сохраняется и нервозность может привести как к значительному падению рынка, так и к отскоку надежды, питаемая перспективами паузы в эре ужесточения. Сумасшедшая волатильность царит и на валютном рынке. Котировка USDX, которая большую часть понедельника провела в планомерном снижении на 0,2% и выше уровня 104,00. Ближе к открытию торгов ускорила падение. Индекс терял порядка 0,7% и торговался в высоте и 103,8%. Что касается перспектив дня, то скорее всего индекс будет располагаться в границах 103,3% и 104,2%. Учитывая нагрузку на банковскую систему, США инвесторы также задавались вопросом, действительно ли ФРС пойдет на риск повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов на следующей неделе. Goldman Sachs сразу выступил и предсказал паузу, хотя все еще предвидит рост в мае, июне и июле. Сейчас рынок оценивает в 33% вероятность того, что ФРС сохранит текущую ставку и в 67% вероятность повышения на 25 базисных пунктов. Произошло радикальное изменение ожидания по процентным ставкам. И в этом сценарии доллар, конечно же, ослаб. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая обычно меняется в соответствии с ожиданиями по процентным ставкам ЦБ, теперь доходности снизились на 23 базисных пункта. Это привело к падению с четверга до поразительных 66 базисных пунктов, что стало самым большим падением за три сессии со времен краха черного понедельника 1987 года. Это было препятствием для доллара, в то время как евро и фунт, иена, австралийский доллар и другие валюты G10 росли по отношению к американцу, прирост составлял от 0,6% до 1,7%. При этом иена и швейцарские франко-кактивы убежища выиграли наиболее существенные позиции. Переоценка картины будущего денежно-кредитной политики ФРС помогла луне отойти от четырехмесячных минимумов и восстановить позиции по отношению к доллару США. Пара USDCAD торговой недели начала снижение на 0,3% до значения 1,3790. Что касается прогнозного диапазона, то он для котировки сегодня отчерчен в границах 1,3720-1,3820. Ожидание того, что Федрезерв не будет прибегать к более агрессивному ужесточению ключевой ставки, помогло канадскому доллару восстановиться. При этом сила импульса сдерживается существенным падением нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть марки Brent на событиях в банковском секторе отреагировали все-таки стремительным падением на 4,8% до 78,86 доллара за баррель, тогда как WTI подешевела на 5,5% внутри дня. Настроения участников рынка и без того были неустойчивыми. Переоценка перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС усугубилась высокими запасами сырой нефти в США. В последние дни некоторую поддержку ценам оказывал слабеющий доллар и оптимизм, связанный с возобновлением работы Китая и ростом спроса на авиационное топливо. Но сегодня опасения в отношении начала очередного финансового кризиса перевесили оптимистичные прогнозы и рынок впал в тотальный пессимизм. Нефть потеряла порядка 5%, чего не было с декабря 2022 года и волатильность на рынке сохраняется. Очевидно, трейдеры ищут пути минимизации потерь, мигрируя в активы-убежища и сырьевой рынок не исключение. Криптовалютный рынок банковский стресс-тест прожил своеобразно. Фаническая атака привела к росту классических активов. В частности, биткоин внутри дня смог укрепить рост еще на 3% и подняться к значению 22100 долларов. Эфир, в свою очередь, также восстановился до комфортной стоимости в 1580 долларов. Предпринятые властями США меры помогли восстановиться USDC до 99 центов по сравнению с рекордным минимумом 87 центов, достигнутым в субботу. При этом актив все равно остается ниже эталонной привязки один к одному. Джереми Аллер, генеральный директор Cycle эмитента USDC, заявил в своем твиттере в воскресенье, что резервный депозит компании в размере 3,3 млрд долларов США, хранящийся в обанкротившемся ASVB банке, будет полностью доступен, когда банки США откроются в понедельник. На премаркете в США криптомайнеры Riot Blackchain и Marathon Digital, криптовалютная биржа Coinbase и разработчик программного обеспечения MicroStrategy также отскочили от минимума в прошлой неделе, чтобы получить прибыль от 6,5% до 10%. При этом настроения на рынке сохраняются напряженными. С падением Silicon Valley Bank и калифорнийского Silvergate закрытие последнего означает, что три основных банка США, используемых криптовалютным бизнесом, потерпели крах в этом году. Ведущая биржа США Coinbase заявила, что на момент закрытия пятницы у нее было около 240 млн долларов корпоративных денег в Signature. Но она рассчитывает полностью вернуть эти средства. Хотя это может быть трудно оценить прямо сейчас, но разворачивающаяся драма на самом деле подчеркивает надежный вариант использования биткоина в качестве средства сбережения. Возможно, именно поэтому цена актива не упала на новостях о банкротстве банка Силиконовой долины. Биткоин явно выигрывает по крайней мере точно по сравнению с USDC. Перспективы у активов довольно неплохие, учитывая еще и переоценку перспектив повышения ставки ФРС. При этом, учитывая стресс и нервозность, царящую на рынках, в ближайшие дни волатильность может зашкаливать. Учитывая этот фактор, колебания цены актива сконцентрированы в пределах между взлетом и обвалом, или в границах значением в 20 200 и 24 500 долларов. Это был взгляд на открытие торговой недели в США от аналитиков группы компаний Инстафорекс. Надеемся, наш обзор поможет вам более эффективно взвесить риски и найти прибыльные сделки. Будьте успешны с Инстафорекс и до новых встреч на канале!